Приветствую вас! Знаете, вот отвечу вам, я с чисто психологической точки зрения, вот, это будет, наверное, не очень приятно вам, но, тем не менее, я прошу относитесь к этому с пониманием. Суть заключается в следующем. Вы русские, встретили иностранцев. Иностранцы, так же, как и мужчины, о котором вы говорите, считают русских девочек очень красивыми. И это правда, что иностранец действительно вас увидел, вы ему действительно понравились, он действительно научил воспитывать вам влечение. Это абсолютно нормальная история, вот. Но нужно понимать, что иностранцы, они достаточно хорошо осведомлены, так сказать, о том, что, как бы, ну, русские, это, вот, не самая такая, богатая и просветающая, к сожалению, нация. Вот. И из-за этого очень часто у иностранцев бывают такое мнение, что, ну, русские им, в общем, должны. То есть, они даже не должны, а просто их благотворить. То есть, ожидание некого такого благотворения их иностранцев. И поэтому им достаточно сложно принимать отказ, просто они его не ожидают. Вот. И просто человек действительно думает, как так вы можете им рассказать, если он иностранец, 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 почему так. Вот. И, по-моему, просто не смогут дойти до того, что вы просто, ну, просто, просто сказали нет. И дело не в том, что вас человек как-то, ну, принижает, да, считает вас человеком второго сорта. Нет. У иностранцев с них просто немножко, такая специфичная восприятие, структура восприятия, вот. Просто люди, которые просто, вот, они убеждены в чём-то. То есть, они не принимают вас всё, но они принимают вас с этой, с этой позиции, которая, вот, к сожалению, просто, ну, не совсем является такой объективной, да. Вот. Поэтому мужчина хочет просто своими сексами, это правда. И здесь я солидарен со своими коллегами в том, что не совсем понимаю, какой ещё демонстрации вы хотите желания, да. То есть, какого ещё проявления намерений вы хотите. То есть, мужчина вам, вот, ну, просто предельно ясно выросил свои желания, потому что он говорит, что хочет с фами сексами. Вот. Когда вы ему отказали, он, видимо, просто подумал, что, ну, окей, раз не прокатило, с сексом, то может прокатиться с любовью. Вот. Причём, ну, не понимаю, что иностранство это делать ещё раз повторяло. А, не, не в той позиции, что вы, к примеру, там, человек, не знаю, второго сорта, да, и так далее. Нет. 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 Ничего подобного. Просто люди, вот, действительно, привыкли, привыкли видеть себя и других вот так. Вот. К этому, мне кажется, нужно относиться просто адекватно и воспринимать это нормально. То есть, ну, вот это естественно. Вот. Другой вопрос заключается в том, что именно вам не понятно. То есть, тот же человек к вам не испытывает любви, ну, это очевидно. Человек, да, не испытывает к вам любви. А то, что, к примеру, вы гуляли и, ну, много гуляли, общались, и у вас, к примеру, ну, общение складывалось хорошо, и потом, соответственно, там что-то появилось. Потому что, опять же, мужчина, он расценил ваше поведение как, как вот, ну, как призыв к сексу. Вот. Хотя это, ну, безусловно, было не так. Вот. Другой вопрос, что вы изначально сами заговорили про секс. И это, на самом деле, очень показательная история. То есть, вы сами, как будто бы, общаясь с, ну, с мужчиной, думали про секс. И здесь, вот, может быть, вы бессознательно ведете себя как-то так, что у мужчины появляются мысли о сексе, а вы пытаетесь уловить мужчину, подловить мужчину на том, что он, вот, начинает к вам прям проявлять какие-то, какие-то желания. То есть, психологическая теория знает примеры таких защитных реакций, когда женщина, значит, одновременно, хотя и в то же время боясь отношений, ведет себя с мужчинами вот так. То есть, она неосознанно хочет уличить мужчину в том, что он какой-то вот такой грязный, сексуально озабоченный и прочее, а на самом деле, она сама его на это провоцирует, потому что боится отношений, боится припустить к себе. Вот. И я не говорю, что это именно ваша история, но я хочу сказать, что вполне возможно, что доля какой-то вот, ну, доля какой-то правды в этом есть. Это, естественно, нужно анализировать, это, естественно, нужно исследовать, потому что пока что это просто гипотеза, которую нужно подтвердить, вот. И, соответственно, если у вас есть проблемы в целом с взаимодействием с мужчинами, если у вас есть такие трудности, то вам обязательно нужна помощь психолога для того, чтобы со всем этим разобраться. Вот. А в целом, вот если так вот чисто логически подходить к вопросу, то я не очень понимаю вот его суть там, потому что куда ещё более откровеннее заявлять о том, собственно, что мужчина хочет. Хочется что-нибудь просто, ладно, ладно, так. Ну, или вы верите в то, что у него это стало любовью, не очень понятно, не очень понятно. Грубо говоря, нужно анализировать ваше вот именно поведение с ним для того, чтобы увидеть, нет ли именно в вашем поведении что-то такое, что-то такого, что провоцировало мужчину. Не специально, не специально, никто не говорит, что вы специально провоцировали человека. Вот такой ответ я могу дать на ваш запрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!